Доброго времени суток, дорогие слушатели и другие ракообразные! Совершенно внезапно, неожиданно, радостно, приятно и, в общем, умопомрачительно, мы тут все собрались и решили сделать что-нибудь этакое. Этакое, к сожалению, не вышло, поэтому вот вам новостной дайджест, но не какой-нибудь, а про кино. Итак, первый выпуск передачи под названием… мы еще не придумали название, из которого вы узнаете вот чего. Судьба будущих Джеймс Бондов, эпохальная продажа Lucasfilm, вести о производстве Люди Икс, дни минувшего будущего, кое-что о сиквеле Мстителей и много чего еще. Начнем же наше повествование с огромной пачки новостей за пару прошлых недель. 26 октября в прокат вышел 23 фильм о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда… Бонда… Джеймса… Бонда… под названием 007 «Координаты Skyfall». Тут же на головы фанатов и вообще заинтересованных людей вывалилось прям-таки запредельное количество вестей. Во-первых, Сэм Мендес, режиссер вышеназванного фильма, сообщил, что больше не желает работать над бандиадой. Мол, что смог, принес франшизу. Плюс, работа была просто-таки изматывающе сложна и вообще. После этого тут же Грег Уилсон заявляет, что неплохо бы к работе над Бондом привлечь Кристофера Нолана, ведь он классный и некогда изъявлял желание работать над проектом, так почему бы и нет. Во-вторых, уже утвердили график съемки 24 эпизода о приключениях Бонда. Стартуют съемки уже осенью следующего года, а эдак в ноябре 2014 года можно будет и в прокате уже, наверное, увидеть. Над сценарием в этот раз будет работать Джон Логан, который уже участвовал в написании истории 23 части. Теперь, правда, будет писать в одиночку, но тут вроде бы волноваться не о чем. В копилке Джона есть Гладиатор, Последний самурай, Ранга и другие неплохие проекты. Спустя же еще кое-какое время сказали, что 24 эпизод будет идти парой с 25 частью. Сниматься они будут, скорее всего, одновременно, а окончание диалоги будет выпущено в 2015 году. Тут в целом им главное не просраться, как это вышло с Казино Рояль и Квантом Милосердия, ибо зачем так сделали с этими двумя фильмами, и кто сподвигнул авторов расхерачить целостный фильм на два куска, мне непонятно абсолютно. В главной же роли, как и прежде, будет сниматься Данила Крейг. Ну а в-третьих, уже всерьез рассуждают о следующем бунде. Поговаривают, что хотят кардинально извинить образ всем известного спецагента и сделать его черномазым. И как о главном кандидате на главную роль говорят о Идрисе Эльбе. Этот гражданин известен многим по съемкам в британском сериале «Лютер», и зарекомендовал он себя там в целом весьма неплохо. Пришли вести и со съемок сиквела. Приквела по фильмам оригинальной трилогии о людях Икс, с названием «Люди Икс. Дни минувшего будущего». Не так давно режиссер первой части Мэтью Вон ушел вон, а на пост режиссера тут же утвердили Брайана Сингера, который был режиссером первых двух частей оригинальной трилогии. Ранее же этот гражданин продюсировал первый класс и даже собирался его снимать, пока не отдал проект Мэтью Вону. Но затем, видимо, вот как раз вернулся быстрее, чем ожидал сам, и съемки фильма под его надзором начнутся уже в январе 2013 года, как, собственно, и было запланировано. Разобравшись же со всяким старым, можно поговорить и о новостях этой недели. Главное среди них, да и вообще самое масштабное, в рамках как минимум этого дайджеста, заключается в том, что студия Disney за 4,05 миллиарда вечно зеленых приобрела компанию Джорджа Лукаса «Лукасфильм», а вместе с ней, разумеется, и «Звездные войны». Место же Джорджа Лукаса в совете директоров тут же занял Стивен Спилберг и Кэтлин Кеннеди. Кеннеди, кроме того, еще и возглавит «Лукасфильм», а заодно станет бренд-менеджером «Звездных войн». Кроме этого, сразу стали известны и коварные планы Disney по развитию «Звездатых войнов». Через три года выйдет новая часть саги, повествующая о времени после шестого эпизода. Также сообщили, что будет и восьмая часть, и девятая часть, и что будут выходить они каждые три года. Лукас, в свою очередь, на этот счет сказал, что, мол, время меняется, и мы меняемся вместе с ним, нужно для нового поколения сделать свою трилогию, и вообще, я хочу заниматься ламповыми проектами у себя в гараже. А спустя пару дней появились неофициальные данные и о концепции новых фильмов. Базироваться новая трилогия будет на оригинальных произведениях, а устроенные фильмы вообще будут о Мстителе. То есть, акцент будет делаться на определенных героев, а потом их будут сводить всех вместе. И приходите на наши фильмы, они будут интересными, вам понравятся, мамой клянемся и тому подобное. Тем временем, с производством сиквела нового «Человека-паука» творится что-то неладное. Продолжение начало биться в конвульсиях, выдавать странные вещи. Внезапно оказалось, что Электро, антигероя «Человека-паука», скорее всего, сыграет Джейми Фокс. Нет, я не против этого актера, но я против того, чтобы белых героев играли негры. Сначала новости о Бонде, теперь и это. В общем, какой-то сионистский заговор негров в Голливуд. Пришла вести о создании сиквела Первого Мстителя, ну то есть, фильмы о приключениях Капитана Америки. Не так давно было объявлено, что Красного Черепа в фильме не будет. Хьюго Уинк наотрез отказался снова играть в фильме, а раз так, то по-быстрому нашли Фрэнка Грилла и сказали ему играть Кроуз Бонса. В комиксах этот злодей является приспешником Красного Черепа, а после ухода Онова из фильма он сколотил, значит, собственную банку. Также появится в Первом Мстителе Другая война и товарищ Капитан Сокол, которого сыграет Энтони Маки. Сюжет же фильма будет крутиться вокруг Баки Барнса, которого уже второй раз сыграет Себастьян Стэн. Барнс по комиксам становится убийцей по кличке Зимний Солдат, и именно такой подзаголовок имеет оригинальное название сиквела, но в нашем случае следует, как обычно, сказать большое спасибо отечественным локализаторам. Сообщили также, что режиссер Роберт Родригес таки начал снимать Город Грехов 2. Правда, сюжетам пока не все ясно. Известно, что будет использована сюжетная линия из выпуска A Day to Kill 4. Ну и также говорят, что для фильма будет специально придумано что-то новое. В любом случае, сценарий сиквела Родригес писал в сотрудничестве с Фрэнком Миллером, автором оригинального графического романа Город Грехов. Ну и приступил к новому делу Родригес сразу после того, как закончил предыдущие все свои дела. То есть, когда закончил снимать Мачете Убивает, релиз которого будет весной следующего года. Другая приятная вещь заключается в том, что Роджер Эвери возвращается в кинематограф. Сценарист криминального чтива напишет и снимет приключенческий фильм по мотивам игры «Замок Вольфенштейна». Фильм будет снят по принципу Первого Мстителя и Бесславных Ублюдков. Главными же героями станут американский капитан и британский спецагент, которым будет необходимо пробраться в замок Гитлера, где фюрер будет презентовать новое сверхсекретное оружие. А на подступах к замку героев будут ожидать солдаты паранормальной дивизии СС Гиммлера. Плюсом тут является то, что сам Эвери является фанатом игры, так что проблем с адаптацией игры быть не должно. Это все-таки не Увы Бол. Но возвращаемся к сиквельной теме. Буквально на днях Том Круз сообщил, что пятой части невыполнимой миссии быть. Но пока только идет разработка концепции. В общем, Том пока смотрит на мир во время своих поездок и думает над тем, что можно будет использовать. Предыдущая же протокол Фантом вышла просто отлично, и новую часть ждать стоит. Подтвердились и съемки третьей части о неудержимых. О сюжете ничего не известно, хотя какой блять сюжет. Зато поговаривают, что в очередном продолжении могут принять участие Стивен Сигл, Харрисон Форд и даже Клинт Иствуд. Однако последний говорит, что ему больше бы подошел пост режиссера. Просочились и вести насчет очередной части «Голодных игр». Фрэнсис Лоуренс, режиссер еще не вышедший второй части, решил продолжить сотрудничество со студией Lionsgate и сказал, что не прочь снять ей третью часть. Наше же мнение неизменно. Что книги, что первый фильм – говно для кричащих и визжащих девочек. Ну и как ни посмотри, это приносит хорошие деньги. К тому же вот-вот уже выйдет последняя часть «Сумерек» и прокат будет принять фильмы, которые принесут такой куш. Правда, в перспективе есть загвоздка. Создательница «Сумерек» Стефани Майер вроде бы как планирует продолжать свою сагу. Грит, что можно сделать рассказ о других героях, ибо отдавать другим авторам создание произведений не желает. В конце же хочется рассказать об одной маленькой, но интересной вести. Стало известно, что немецкий актер Кристофер Вальц сыграет агента международной полицейской организации Интерпол в сиквеле «Маппетов». Первый фильм вышел прям-таки замечательным. Кто не смотрел, срочно бегите. И на этом с новостями у нас пока что все и всем всего. Продолжение следует...